Очередное выездное собрание рабочей группы по контролю за ходом ремонтных работ на очистных сооружениях в Эковидном прошло спустя 10 дней после предыдущего, где со стороны администрации района было дано указание подрядной организации, занимающейся ремонтом, устранить недостатки и полностью подключить новое оборудование для очистки стоков из микрорайонов Эковидное и Видный берег. Смотрите, я хочу развить все опасения жителей насчет того, что очистные сооружения не рассчитаны на такой объем стоков. Очистные сооружения рассчитаны на 2500 кубов в день. Сейчас они принимают от двух застройок 1200 кубов. Более того, как правило, застройщики перестраховываются. Основные замечания жителей состоят в том, что некоторое оборудование, которое устанавливается сейчас, отличается от первоначального проекта. Отсутствует технологический элемент песколовка, отсутствует технологическая перегородка в аэротенке. Оборудование, которое в проекте заложено, оно уменьшено по мощности. Хотя на данный момент решетки механической очистки пока не установлены, можно сказать, что большинство недостатков, выявленных по ходу предыдущего выезда, устранены. В чем все заинтересованные стороны могли убедиться лично. После перекладки труб и подземных коммуникаций вся система заработает должным образом. Однако у жителей вызывает вопрос монтажа третьего шатра аэротенка, а значит расширение очистных сооружений. Представитель главгосстройнадзора Валентина Зверева заявила, что по данному факту ведомством проводится проверка. Застройщику направили предписание о том, чтобы нам предъявили вот эти работы, которые были ранее произведены на увеличение, разрешение на строительство, на реконструкцию, на расширение. Представили нам проектную документацию, утвержденную должным образом. И значит они обязаны были нас известить об этом. После 13 июня будет произведена выездная проверка по исполнению этого предписания. В целом же ситуация с очистными сооружениями выправляется, а неприятный запах скоро рассеется, когда заработает система очистки воздуха. Сейчас биологическая очистка работает, аэротенка в полную мощность, соответственно блок доочистки работает, уже результаты по пробам должны улучшаться со временем. Значит мы брали отбор проб 30 числа, соответственно с коллегами с Минэкологии планируем еще в ближайшее время это делать. Плюс также запланирован отбор проб по линии Роспотребнадзора. Администрация района и инициативная группа жителей продолжают держать руку на пульсе. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова